МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, наш пробег завершен. Пришло время подводить итоги. 7200 на спидометре, позади 15 городов, неделя в Крыму, вагон и маленькая тележка впечатлений. Удивительно, но прошел совсем небольшой отрезок времени, в разрезе истории, всего 70 лет. И в этом смысле мы посмотрели, как за эти 70 лет изменилась наша страна. Какой она была и какой она стала. И это что-то невероятное. Понравилась все, и идея патриотизма, и пробег на машинах по всей стране. Наш дружный коллектив, компания. Сознание кардинально не поменял, но очень дал многое, многое в общении, в понимании, что все люди и все родные люди на самом деле. И русские люди, они сплочаются в любой ситуации. Ну, в принципе, на фоне остальных мы живем, скажем так, не хуже. Есть к чему стремиться, но есть к чему у нас поучиться. Думаю, мысли и позитивные, и негативные. То есть, судя, есть дороги такие, что разбитые, и их, по-моему, еще никто делать и не собирается. Были такие тяжелые участки, сложные, может быть, в связи с покрытием дорожным. Когда мы говорим о патриотизме, до некоторых людей это не доходит. И я вижу это в глазах. То есть, патриотизм должен быть в душе, а не на словах. Автоваз неожиданно для меня стал интересной такой темой. Может быть, я даже куплю, ну, не себе, может быть, машину. Побывав на Автовазе, зная в теории, как там все происходит, и посмотрев на практики, ну, видишь, что потенциал хороший. Большая страна, большие возможности. Курорты хорошие сейчас, где нужно ездить, отдыхать. Вся инфраструктура туризма, она идет в верном направлении. Потому что я был два года назад в Сочи, и я скажу, что за эти два года город изменился. То есть, именно в сравнении я смог познать. Я думаю, что потенциала нет у тех, у кого все уже развито. Потенциал у нас есть огромный, потому что, судя по тому, какой объем людей, то есть количество отдыхающих, я думаю, что нам есть куда развиваться. В России отдыхать, конечно, можно. Более того, в России отдыхать нужно. Шикарнейшее Черноморское побережье, шикарнейший Краснодарский край. Я впервые в Крыму. Очень понравилась природа Ялты. Там, где находится лагерь Артек, чудеснейшее место. Волгоград оставил самое большое впечатление. Севастополь тоже, ну, впечатлений масса. Ну, я бы хотел, честно говоря, отмечить эти два года, но мне больше всего понравилось. Мы смогли почтить практически во всех городах, где проходили боевые действия, то есть почтили память людей, погибших в боях, либо которые даже просто принимали косвенное участие в целу или где-либо. Поэтому миссию, связанную с 70-летним победой, я думаю, мы тоже выполнили по полной. Я-то как бы родился не так далеко от войны. Ну, помню, как им тяжело было. На руки на их не смотришь. Видно, что трудились люди, не как у нас руки. Родину надо свою не убить, и как еще враги у нас остались. Столько много материнских именно историй в этом пробеге я узнала для себя. Например, я знаю, что в Омске есть скульптура женщины-героини, которая отправила на войну семь своих сыновей, и никто из них не вернулся. И вот это страшно. То есть в этот момент я просто испытывала дрожь в теле, и я понимала, что я не могла себя поставить на место этой женщины. В Сталинграде, в бывшем Сталинграде, Волгоград сейчас, меня тронула вся мощь Кургана, выбитые имена, выбитые стелы. Вот мы мимо них ходили, до слез все это трогает. Это больно. Больно и в то же время гордость. Я думаю, мы обязаны поблагодарить всех тех, кто сделал, даже не отцов и дедов, а всех тех людей, кто сделал вклад в мир, чтобы мы смогли сейчас полноценно с вами жить. Это были очень крепкие и стойкие люди. Я думаю, что больше половины людей сейчас не смогла бы пойти на те подвиги, которые совершали люди, участники войны. Я задумывался постоянно о победе нашего народа, о масштабах нашей страны, как такая могучая, огромная страна могла разом встать на защиту своей Родины. В памяти останется это навсегда, и уже события Великой Отечественной войны воспринимаются иначе, по-другому. То есть как будто ты прожил часть этой жизни вот в этом проекте. Я благодарен этому проекту и тем людям, которые занимались его организацией, за то, что внутри себя для меня совершенно прозрачно и очевидно стало значение слова «патриот». Я люблю свою Родину и горжусь ей. И очень хочу, чтобы каждый человек, который родился на этой земле, любил и уважал нашу большую и великую страну. Страховая группа «Надежда», оформи полис страхования имущества и выиграй один из трех автомобилей.